Значит, эффекта аэронного Бома, в смысле интерпретации квантовой механики того же самого Бома, значит, в чем оно состоит. Я напомню, чем отличалась, что такое интерпретация квантовой механики Дэвида Бома, еще раз, это продолжение нашего семинара, который состоялся две недели назад. Он состоял, состоит в том, что у нас простое линейное уравнение Шеннингера, которое написано наверху, раскладывается на два различного рода уравнения. Вот такой замены, вот такой замены, да? Взяли и такую заменили. Тогда оказывается, что у нас есть некая такая капля, двигающаяся в некой жидкости, которую можно обозвать частицей, и которая для него выполняется второй закон Ньютона, вот этот. К нему, правда, вот этому обычному потенциалу В оказывается, что можно будет присобачить еще такой потенциал, который называется квантовым и который является нелокальным. То есть нелокальным то, что с расстоянием не бывает совершенно, ну никак не бывает. А это что? А это ускорение. А как оно выражается через луновую функцию? Вводится просто новая частица, ты можешь ее вот так описать. Оно выражается дальше через R, через R, через S. Ну вот она такова. То есть у тебя одно уравнение, которое я здесь не написал, оно будет неразрывности туда входить, то есть уравнения, движение капли. А зачем это уравнение Шейдингера было писать, если изначально уравнение Шейдингера получено из волнового уравнения? Нет, подождите, не из волнового уравнения оно получено, совершенно не волновое. Если бы оно было волновое, у тебя бы стояла там где-нибудь вторая производная Т. А у тебя, оказывается, что первая производная по Т, а там у тебя вторая производная по координатам. Вот там у тебя пласянт входят. Вот в чем дело. Такова, значит, наша ситуация у нас здесь оказывается. Для чего это нужно? Потому что, я еще раз, мы имеем большое количество всевозможного рода чудес. Все они связаны с квантовой механикой. Основаны только на той простой причине, что люди привыкли работать с уравнением Шейдингера. Самое главное чудо, оно лежит в основании каждой квантовой механики. Эти частицы, значит, проходят через две щели, прошу прощения за банальность, это может быть там еще что угодно. И дальше там возникает некая интерферационная картина. Частица-то одна, электрон скажем, или альфа-частица. А интерферационная картина там возникает. С точки зрения квантовой механики, с обычной капитаковой интерпретации, частица является волной, она вот здесь так и летит одновременно через две эти вещи, и там где-то оказывается сейчас. Ну тогда она и должна и на детектор, и на экран падать, да, в качестве волны. Если бы она была физическая волна, там, например, маленькие кристаллики, ну чего там, ну если это фотон, то... Ну, фотопленки там стоят отдельно, отдельные зерна. Когда бы она бы засвечивалась, если бы она физическая, по-разному, в разных местах, одна и та же волна. Но прикол состоит в том, что она засвечивает их всегда в одном и том же месте. Ну она же, говорим мы тогда, но если она волна, то она волна вероятности. Что получается, что она коллапсирует в этот момент к одному своему значению? Да, говорим мы, коллапсирует к своему значению. То есть, когда мы работаем с Копенгагенской интерпретацией квантовой механики, мы имеем два вещи, которые очень сложно понять в теории обычного нашего здравого смысла. Первое. Как частица альфа, атоморубидия, электрон проходит одновременно через две щели. Это раз. И там между собой интерферии. И второе. Каким образом у нас оказывается такая картинка, которая приводит к так называемой коллапсу волновой функции или к коллапсу. К коллапсу волновой функции приводит. Эти проблемы есть. Но в интерпретации Дэвида Бома у нас этих проблем совершенно нет. У нас эти частицы движутся всегда через одну точку. И поскольку она никакой волной не обладает ни в коем случае, она попадает всегда именно тот самый элемент фотопластинки или какого-то там в зерно его. Никакого коллапса в этой волновой функции нет. Но все ее проблема квантомеханической состоит в том, что за счет нелокального потенциала она видит вот эту вторую дырочку. И видит ее мгновенно и нелокально. Вот в чем дело. В общем, тому же... Волновая картина же не при попадании одной частицы образуется. А если много частиц посылать... Волновая картинка, она образуется... То образуется как бы... Они каждый раз падают на разные места и получается волновая... И статистически только получается волновая. Это интерфеляционная картинка. Нет, у тебя... Картинка она состоит в том, что у тебя вот эта самая вещь... Она у тебя возникает. Именно потому, что они интерферируют между собой. Да я понимаю. Статистическая картинка. Картинка спрессивная. Ну, ты говоришь, не одна же частица образует эту картинку. Не одна эта частица обладает. А много частиц. Не одна частица. Ну, здесь... В чем проблема колокольца волновой функции? Потому, что здесь, в данный момент, она у тебя пролетела через две щели. То есть, у тебя есть волновая сложная картинка. А здесь она у тебя в один и тот же момент засветила всего лишь одно ядро. Один элемент. Всегда вот так. Я хочу сказать, что нелокальность, на самом деле, это куда более тяжелая и серьезная проблема, чем колокольца волновой функции. Но, тем не менее, она... Почему? Посмотрите. Потому, что нелокальность, это фактически изначение мгновенной передачи сигнала. Ну, в каком-то смысле, да. Но, тем не менее, мы видим вот эту самую ситуацию, что у нас движется, оказывается, частица через... По обычной траектории. Она оказывается, что у нас при этой параметре есть. Эта картинка вот здесь возникает. За счет того, что здесь, скажем, для электрона у нас, оказывается, возможно распределение и по координате, и по скорости гауссова, при этом обычно. Как она превращается в картинку интерференцовую? Эту функционную? Да. Почему? Почему? Потому, что вот эта гауссовская штука, она оказывается очень чувствительна к этой координате. И поскольку у нас есть квантовый потенциал, да, квантовый потенциал, то вот это второе отверстие, через которое они проходят, влияет на первую и меняет ее форму. Понятно. Меняет. Почему? Почему это повторение эксперимента образует эту картинку? Потому, что каждый раз она меняет одинаково. Потому, что у тебя с самого начала первоначальные данные имеют форму гауссовского распределения по скорости и по координатам. Есть некоторое статистическое рассогласование начальных данных. И поскольку получается, что эта штука, видите, здесь оказывается, ну вот, такая мощная производная оказывается, то у нас вот эта самая картинка вот этого потенциала, это некая совокупность таких вершин острых и ущелья резких. И поэтому незначительное количество здесь изменений координат приводит к такому замечательному итогу. Откуда регулярность берется вот самой картинки с окна? Непонятно. Регулярность? Да. Ну вот, допустим, если у нас одна дырка, то там будет уже гаусс. Да, там будет гаусс. У нас эта дырка, она будет гаусс. Там будет гаусс. Как влияет вторая дырка? Значит, нет, она каким образом? А вторая дырка делает, что он летит, и на него начинает действовать специальная сила. Обусловлено то, что здесь у нас находится вторая дырка. На все электронные действует эта сила, и гаусс смещается. Почему? Да. Значит, да. Он просто сместится, и все. Потому что вот этот даже самый мафитный гаусс, за счет того, что у нас вот здесь такой квадрат есть, у нас вот этот, оказывается этот гаусс, начинает вот вести себя вот так. То есть источник вот этой регулярности, который на картинке, он находится в источнике электронов. Да, в источнике электронов. А не проще ли предположить, что изначально при выходе электрон уже имеет внутри вот этого источника интерпелляционную картину, которую он просто статистически воспроизводит потом там? Нет. Конечно. Нет, так нельзя, потому что если мы закроем одну дырку, то никакой у нас власти не будет. Правильно. Понятно, почему ее не будет. Потому что дырка будет одна, и он покажет гаусс, и нормально. Ну. Он покажет гаусс, а они интерфекционную картинку. Это бы не мешало бы. Да. А если как у тебя появляется дырка, то у тебя вот этот гаусс разворачивается в интерфекционную картинку. Ну, вот так. Все равно непонятно. Ну, по-моему, не знаю. По-моему, как раз понятно. Не очень. Значит, смотрите, здесь особенность состоит в том, что вот эта самая теория Бомовская, несмотря на тяжелые вычисления достаточно, она полностью дает те же самые данные. Но просто она предлагает другую интерпретацию квантовой механики. Она, ситуацию с теми вот вещами, которые у Стасу кажутся естественными, типа коллапса волновой функции. Они не кажутся мне естественными, но они, скажем так, мне кажутся менее проблематичными, чем, например, в нелокальности. Ну, вот. У нас оказывается, что электрон в атоме движется опять по траектории. По траектории движется. Но движется он таким образом, что, например, ну, когда, например, у нас любое протяженное тело движется вокруг Земли, то есть, если он оказался с той же самой скоростью и с той же самой координатой около Земли, то у него действует ровно та же сила. Ну, там, с точностью до массы. А здесь оказывается, что у нас электрон может оказаться в одной и той же точке с одной и той же скоростью, но силы у него будут действовать разные за счет квантового потенциала. Вот такая вот странная вещь. Действительно, электроны в PES-состоянии, они оказываются, для них оказываются в разной траектории, хотя они оказываются в одной и той же санкточке. Потом, Игорь, еще есть такая проблема, но есть частица, как электрон, как частица. А что это такое, это частица? Это что, шарик, что ли, какой? Ну, не шарик, получается, что как бы сгусток чего-то. Сгусток, сгусток, эфира или я не знаю что, но вот чего-то есть такого, сгусток. А сгусток, тогда если это сгусток, то для него должны быть какие-то внутренние степени свободы? То есть спин когда это вращение, вы еще скажете, да? То есть они внутренние степени свободы, они как-то описывают... Момент как-то, механические моменты отмечаются, да? Спин, да, это механический момент по всей идее. А почему он сохраняется? Ну, механический момент любит, любит сохраняться. Чего? Любой момент хочет сохранять, поэтому мы ездим на велосипеде, потому что у нас момент сохраняется. у всех частиц он есть, то есть электрон у всех есть, но не у всех, но у всех электронов есть, ну а почему, если бы это был механический момент, он иногда был бы, а там и нет, ну это другая, о другом речь идет еще, это действительно загадочно, потому что, а помню эксперимента этого Эйнштейна, Подольского, там в любом направлении этот спин может быть направлен, в любом, ответ может быть простой, если это не от спина, это не электрон, Да. А если значит электрон? Значит, давайте еще посмотрим, значит, на другой эффект, который позволяет нам это дело, я просто не рассказал, к этому делу и веду, эффект Аронова бомба, мы о нем многократно говорили, он состоял в том, что у нас есть некий провод, провод такой стоит, ну допустим, одна из его интерпретаций, и здесь он экранирован полностью, экранирован, и здесь, скажем, что-то там летит те же самые электроны, и здесь мы после него имеем действительно интерферационную картинку, Но мы эту картинку здесь меняем просто потенциал, таким образом, что у нас силовое взаимодействие, вот в этом пространстве, оно не меняется ни в коем случае, оказывается, что если мы меняем здесь вот этот самый потенциал, то эта картинка, она может съезжаться, может разъезжаться, И экономическая, которая не приветствует большого количества физиков, она объясняет следующим образом, что у нас вот эта самая длина волны, Дебровольевская, она оказывается равна П, плюс, да, по-моему, А на С на Е для электрона, где А вот это самый векторный потенциал, И действительно, мы его в этой области меняем здесь, у нас кажется, что электрон летит по одной и той же самой траектории как-то считается, но длина Дебровольевской волны его меняет, соответственно, и здесь картинка тоже меняется, То есть вот такая это вещь. Есть полевой подход, который состоит в том, что мы отказываемся вообще от объяснения нафиг этой штуки и начинаем писать уравнение квантовой электродинамики. И там кое-какого согласия с экспериментом люди будут достигать. Главным образом, по-моему, это вот эта ситуация. Но я хочу обратить внимание, что здесь возможна и обычная интерпретация эксперимента Аарона Лобома в смысле квантовой механики Дэвида Бома. Он состоит в том, что у нас везде здесь есть совершенно в образе нелокальный потенциал. И когда у нас электрон пролетает здесь, то у нас оказывается силовое взаимодействие, обычное силовое взаимодействие по взрослому потенциалу вот с этим самым проводом механированным. Вот такая вот странная вещь получается. Мы видим, что у нас физика получается нормальной. Это же не объясняет никак какое-то силовое взаимодействие. Откуда оно берется? Что является его переносией? Нормальная физика – это, знаешь, как в религии. Нет. Почему? Вот такое оно. Это же через токоматематическое описание. А за счет чего оно физически получается, это взаимодействие? А вообще можно сказать, что… А электропагнитное взаимодействие за счет чего? За счет фатамино-фотонами. Ну, это же и тоже иллюзия. Ну, квантовой механики этого, пожалуй, нету. Квантовой механики – это же просто обычная… У тебя источником являются обычная волна. А электропагнитное электрическое взаимодействие? Ну как? За счет чего? А, или просто электрическое, экстратистическое. Экстратистическое – там поле есть? А то же самое здесь поле. В поле – там виртуальные фотоны есть. Нет, для квантовой механики у тебя есть обычный потенциал, электрический потенциал, и есть векторный потенциал, включаясь за магнитное поле. Она состоит в том, что у тебя в обычной физике, у тебя на траекторию движения частицы никогда потенциал как таковой не влияет, потому что у тебя потенциал определенной точностью до производной какой-то определенной функции. Да? Что позволяет ворота аронного бомба спасти? Он помогает спасти, как я понимаю, то, что квантовая механика, оказывается совместима с калибровочным представлением. Вот так она не совместима, потому что вот есть вот этот эффект. Раз вот такой эффект, ты к этому а добавляешь какую-то функцию, у тебя все изменилось. Вот. А здесь оказывается ситуация, что ты к... А калибровочный подход состоит, что ты можешь эту функцию куда хочешь добавлять, прочную до производной какой-то функции. И тогда у тебя ничего не изменится. А здесь вот тебе показывают, что здесь. А получается, что введение квантового потенциала, она делает совместимы квантовую механику и калибровочный формализм, который так в физике создает. Как совместимы? За счет чего? А? За счет того, что у тебя взаимодействие оказывается силовым. Не просто каким-то там абстрактным, непонятно что. Оказывается у тебя обычное силовое взаимодействие, потому что это обычный закон Ньютонов. После него появился квантовый потенциал. Вот в чем дело. И это как бы интерпретация. Хочу тоже сказать, что эффект Ааронова Бома и команды механика Дэвида Бома Бома это один и тот же человек в обоих случаях. Нобельский Лориат за эффект Ааронова Бома. Он один и тот же. И вот, скорее всего, предсказан этот эффект был именно на основании подобного оружия. А Ааронов это, как ты понимаешь, это муж и жена. А, как Карл Марс и Фредерик Энгельс, да. Это легко догадаться, да? Ну вот, это значит, вот эта ситуация. Значит, что хочется отметить, то есть вот я готов уже сформулировать некоторую программу, о которой я все время говорю, как бы некая программа исследований. Она состоит в том, чтобы, может быть, где-то сделано, я просто это не знаю, кто-то, кто меня слышит сегодня, знает, где это сделано и как это получит, то, пожалуйста, со мной свяжитесь и мне дайте ссылки на эти работы. Она состоит, что все нормальные физические эффекты, ну, например, там, тоннелирование или что-либо еще, они все выполнены вот этой парадигмой. Я говорю, что как мы только хотим говорить о каких-то частицах, в которых с ними что-то происходит. Единственная квантовая механика, которой мы можем пользоваться, это квантовая механика Дэвида Бома. Его интерпретация. В ни коем случае не Шеренгеровская ситуация. Поэтому было бы интересно для всевозможных случаев разобранных физики численным или нечисленным методом, у кого получится нечисленным. А надо, наверное, сделать численным, потому что я не верю, что там что-то будет решаться. Получить значение квантовых потенциалов, то есть графики все построить. И потом на них просто посмотреть. Посмотреть, как они себя ведут. Почему? Ну, это может иметь какого-то рода теоретические эффекты, а может оно бы иметь и чисто практически некоторые значения. Раз у нас квантовый потенциал настолько не локален, то вот у нас есть проблема, связанная, например, с теорией холодного ядерного синтеза. Она состоит в том, что у нас сидит, скажем, там, вот что там, атом гетерия, и там у нас болтается где-то там атом титана или другой гетерия между ними. Между ними существует кулоновский барьер, да? Этот кулоновский барьер, он не пересекаем. То есть он проходил с очень маленькой вероятностью, так называемый туннельный эффект. Но вполне может оказаться, что у нас в кристалле, когда очень много таких какого народа сидит очень много, и они между собой не локальны, что за счет их массового количества возникает некоторый коллективный эффект. Этот коллективный эффект позволяет двуматом гетерия преодолевать этот кулоновский барьер значительно более эффективно, чем это было бы в случае рассмотрения одной частицы. Вот это очень-очень интересно. Если бы мы получили вот эти всевозможные функции, то есть эти значения квантового потенциала расписаны в форме трехмерных картинок или чего-либо еще, то нам бы удалось физику в определенном смысле, на мой взгляд, достаточно сильно продвинуть. Вот такая программа. Потому что речь идет об обсуждении того, для чего физики уже на основании уравнения Шрелингера написали все, что мы могли. Теперь его надо просто грамотно переосмыслить на более сложном языке. То есть с математической точки зрения он гораздо более сложный, но он гораздо более естественен. Там выполняется второй закон Ньютона. Там отсутствуют всякие вот такие несиловые взаимодействия, о которых я так и любил говорить. У нас все взаимодействия становятся силовыми, обычными. Силовые, а что является их переносчиком? Это другой разговор. Это разговор, который не имеет отношения к квантовой механике. Но ты можешь сказать, что квантовые механики, ну каким образом? Ну и существует какой-то квант, наверное. А может и не существует. Ну вот для этого обычного электрического потенциала что является переносчиком? Электрического потенциала виртуальные фотоны. Ну вот, ну неправда. Какие виртуальные? Ну где в квантовой механике виртуальные фотоны? В квантовой механике нет, они как динамики. Так они как еще и являются? Тем, что у тебя все потенциалы в вакуум запихнут. Он у тебя в вакууме весь сидит. Ну и что? Я скажу, взаимодействие за счет того, что у тебя происходит сдвиг значения вакуума энергии. Вот за счет этого только. Это расходимость на расходимости. Ну вот. А здесь ты и остаешься в парадигме обычной квантовой механики. И тем не менее ты оказываешься способным объяснить что-то. Ну, конечно, квантовая потенциала штука еще интересная. Но мы сохраняем, поймите, мы при этой штуке, мы сохраняем нашу классическую картину мира. Мы перестаем говорить о корпускулярном волновом дуализме, обо всем остальных непонятных вещах. О коллапсе волновой функции. У нас пропадает значение о том, что мы сегодня говорили в начале, перед нашим первым выступлением. О другом понимании понятия вероятности в квантовой механике. Не как форму нашего незнания, а как нечто другое. Как действительно случайность. Ну, заработаем не локально зато. Ну, а что плохого-то? Наверное, передача сигнала – это проблема, мягко говоря. Ну и что? Я не вижу особых проблем признаться. Надо проблему вообще понять, что такой потенциал. Наоборот, это добавляет нам большое количество оптимизма. Согласись. Да? Ну, вот. Такова, значит, у меня большая программа. Если кто-то готов ее исполнить, я буду очень рад. Или сказать, кто это сделал. Потому что такими вещами сложно заниматься впервые бесплатно. Да? Ну, просто невозможно. Ну, а как-то что? А собрать какую-то где-то группу из более-менее квалифицированного народа, который численно будет эти задачи долбать на РВМ. Это было бы где-то там возможно. Ну, буквально 3-4 человека, хорошо работающие с численными методами и данной визуализацией данных. Ты придумали литературных рабов, а ты хочешь придумать физических рабов? Чё? Ну, есть литературные рабы, которые пишут под одним автором. Не, я бы сам стал, но это же... А не сам стал бы физического рабов? В этом смысле, да. Можно было спокойно этим заниматься. Придумать Эйнштейн-2 и 5 рабов под его именем так же? Не, не, не. Ну, почему? Зачем? Почему ты... У тебя сразу же о господстве и рабстве идет эта речь? Тут вообще нет о господстве и рабстве ни слова. Речь идет просто о простом научном поиске. Не в рабстве делать термени. Потому что его называют рабством, это уже не моя проблема. Здесь проблема, она состоит, что... Ну, а любая... А физик, как он работает? У тебя есть некоторая задачка, он ее решает. Можно сказать, что он раб. А потом, если он решает в каком-то институте, то этому институту записывают, чтобы появилась какая-то публикация. Вот это институту дают деньги. Физику тоже дают деньги. Иногда ему дают выпить и при переводе... В правах больше слова «день», а не «решение». И приводят к этому... За что дают деньги? Да. И это очень важно, что в такой парадигме науки ученый, оказывается, лишен права на ошибку. Почему? Потому что он должен все время выдавать на гора результат в форме публикации. Поэтому он занимается не теми задачами, которыми надо бы решаться, а теми задачами, которые можно гарантированно решить, чтобы иметь свою одну-две публикации в год, скажем. Если он будет заниматься какой-то наукой без права на ошибку, то есть, например, два года будет получаться или три без каких-либо результатов, то очень скоро его откуда-то там выгонят, и он перестанет... Не сможет кормить свою сию, лишит социальных статусов. Ну, нельзя это так, чтобы отдавать на гора то, что от тебя требует, чтобы получать какую-то зарплату и прочее, и в свободное время заниматься любимыми делами. Да, да, вот Дэвид, по-моему, так примерно и занимался, но ему пришлось бежать, например, из Америки в Бразилию. Потому что у него были товарищ коммунисты, а у них была охота на ведьм, и он отказался давать на них показания. И сбежал в Бразилию, потом оказался в Израиль, познакомился с тем самым Аароновым, который, как мы знаем, муж и жена. Нет, просто коммунисты требовали, чтобы он вернул нормальную картину мира. Он долгое время не мог этого сделать. А потом смог, да. Они тогда сказали, что... Нет, он картину мира вернул раньше, чем сбежал, по-моему, на мой взгляд. За то эффект Айрона Лобома он пошел. Коммунисты не любят, что когда картина мира меняется в угодно буржуазным интересам. А вот когда картина мира остается такой, какой он создал, так сказать, Господь природы, тогда все нормально. Больше всего в этом и интересно, что люди об этой интерпретаре знают, но как бы ее не обсуждают совсем. То есть она находится вне точки зрения физик. Чаще даже веритовскую обсуждают, да? Да, веритовская вообще какая-то безумная штука. Но люди ее обсуждают, а эту как бы не знают и не обсуждают. А она позволяет спасти очень большое количество вещей. Но ее проблема... Ну, мое достижение, на мой взгляд, состоит в том, что она позволяет адекватно описывать мир. Нам же цель получить квантовый потенциал. Но для чего состоит? Для того, чтобы на ту же проблему тоннелирования, или какую-либо другую проблему, попытаться, благодаря ему, взглянуть адекватно. То есть на языке частиц двигающихся по траектории. Игорь, а есть вероятность, что человек может тоннеллировать сквозь стену? Нет, нет, нельзя. Ну, в частности, такой вероятность можно. Пусть она маленькая, но так, по идее... Да, можно, а что вычисляется, да. Да, вычисляется. Мне можно вычисляется? Ну, да, конечно. А что нет-то? Те же самые формулы. Просто масса объекта большая, вообще. Масса объекта большая, поэтому невероятно... Невероятно? Да. Ну, да. Ну, вот. Ну, вполне возможно, что за счет... А я-то говорю, что за счет коллективных явлений ты, может, будешь туда проталкиваться. За счет этой самой нелокальности. Можно не тоннеллировать, а просто... Человека взять и проломить. Нет, если у тебя... Логика состоит, что у тебя есть человек, который один стоит перед стеной, и она через него не протонулирует. А когда у тебя будет... Коллектив, то они... Коллектив, да. Когда у тебя будет 100 миллиардов человек или кого-либо еще, они его туда за эту стенку перебросили, как нефиг делать. Ну, скорее всего, он, используя их, сделает. Да, да, да. А они даже не знают. Ну, конечно, конечно. Они, конечно, об этом и знать не будут. Но тем не менее, вот такая картинка возможна. Ну, пока 100 миллиардов людей на Земле нету, поэтому никто от стены не будет. А вот перемещение в пространство... Знаешь, как раньше в фантастики было, что там две камеры поставили, и там в одной камере ты разложился... Телепортация. Да. Известный фильм, да, престиж называется. Это вообще физически актуально? Ну, что нет, конечно. Думаю, пока нет. Нет, я же не говорю технически. Я говорю, с точки зрения физики что-нибудь противоречит? Да нет. Ну, кроме сохранения вещества. Нет, смотря что... Закон сохранения вещества. Нет, там есть два варианта. Есть вариант чистой телепортации, а есть превращение в излучение, передача излучения, а там сборка. То есть это физике вроде не противоречит, а противоречит биологии. Типа сможем мы заново все собрать, заработать ли оно собранное. А может, смотрите как. Здесь разбирается, как просвечивается. Ну, туда передается только информация. И там из новых элементов собираются? Да, да. Там все собираются. И как? Возможно? Тогда это дублирование будет? Ну, вот, да. Один из вариантов, что почему-то невозможно, получается дублирование. Да, эксперименты всякие мысленные проводят. Есть просто такой фильм какой-то, я не помню, или Престиж, или как-то там... Престиж, Престиж. Престиж, да? Где этот... Как это там зовут-то? Тесла, Тесла. Ставил эксперименты по переносу, по телепортированию, но у него получилось дублирование. Да, это до одного из двух надо было убить, да. Одного из двух, да? Да, вот такая штука. Просто не получается Лиге так уже как бы немножко как бы гуманитарного себя завести, что твои попытки как бы вернуть физику в нормальное человеческое состояние могут привести к таким вот всяким неблагожелательным эффектам? Ну, я не знаю... Так она летает где-то виртуально? Нет. А представьте себе, если такие эффекты будут, они будут состоять, что сейчас мы хотим слетать на другую планету, там, на Пандеру, скажем, где-то далеко, в другой галактике, и тем способом, что строим сложную машину. Ну, конечно, никогда ее не построим, потому что это невозможно для того числа. А вполне возможно, что у нас есть нелокальность, а нелокальность она, на то она и нелокальность, что 100 миллиардов людей собравшись вместе... Хотя все-таки что-то меня смущает с нелокальностью, потому что мы слышим, с одной стороны, сохранение траектории. Да. А с другой стороны, нелокальность. То есть это сохранение траектории за счет нарушения локальности. Сохранение самой понятия траектории, но сама траектория, она очень кривая. То есть нельзя сказать, что траектория сохраняется. Она кривая за счет нелокального потенциала у квантового. Она есть. Но она есть, это важно, да. Потому что в обычной квантовой механике ее нет. Ее нет совсем. То есть ее все нет-нет-нет, нет-нет-нет, и все как бы хорошо, а потом он прилетел в нужную точку и коллапсировала эта самая данная функция. Что вообще странно. А нелокальный потенциал что имеется в виду? В разных точках он разный что ли? В чем смысл нелокальный? А что собственно странно, он взаимодействовал с как бы макроскопическим прибором и коллапсировал? Ну во-во-во, и пошли. И квантовые наблюдатели, и макроскопические приборы. у нас же вот здесь вот приборы, приборы, почему он с одним из них взаимодействовал? С каким? Всякий раз с одним. Ну это случайное событие. Ну вот, ну вот и пошло. И там и приборы пошли, и наблюдатель квантовый получился. Подожди, а что такое нелокальный в данном случае? Что нету в каждой точке независимости? Нелокально. Когда говорят о локальности, например, у тебя гравитационное поле, оно у тебя действует на бесконечном большом процессе расстояния. Но когда ты близко находишься от Земли, оно действует сильно. А когда далеко от него отошел, оно оказывается слабеньким. То есть зависит от расстояния? Да, оно зависит от расстояния. Ну и вообще зависит от этого, от координат. Ну она зависит от координата тем способом, что с ростом координата убывает. А с нелокальным взаимодействием оно получается не так. Оказывается, что она с ростом координаты не убывает совсем. Ну просто она убывает, но это незначительно. Нет, дело не в этом. Нелокальность заключается в том, что у тебя, скажем так, сила или там, ну скажем, сила действующая на частицу определяется не только значением, так сказать, поля в той точке, в которой находятся частицы, но и значениями в других точках. Да. Мне это так же тоже, да. Оно не убывает, оно вот оказывается вот таким. То есть она как бы важна, как бы условно говоря, конфигурация пространства. Да. И в зависимости от конфигурации пространства Да. То есть ты когда, когда ты решаешь обычную задачку за счет его короткодействия, как говоришь, задачку, ну скажешь. А разве потенциал всегда такой? Что зависит от конфигурации пространства? Потенциал всегда такой? Нет, а здесь живется длинное действие. от той точки, в которой частица находится. Да. Не, но согласитесь, что как бы более правильно рассматривать всегда не какое-то точечное взаимодействие, а рассматривать это взаимодействие на какой-то пространстве, которое имеет и свою конфигурацию. Да, но оно у тебя получается очень-очень своеобразно. У тебя в ближайшей области к самой точке оно у тебя большое, а чуть подальше оно меньше, слабее. А здесь оказывается совершенно не так. Да это я понимаю, но в каком-то смысле потенциал это такая вещь, которая зависит от конфигурации пространства. И вдруг случилось так, что конфигурация пространства стала важна. Да, стало важна. Так, общер, то есть, как бы, с точки зрения просто безотносительной физики даже, с точки зрения здравого смысла это же как бы нормально, что конфигурация пространства имеет физическое значение. Ну, мне тоже кажется, что... Вы как-то обсуждаете, что вот нелокальность, нелокальность... Нелокальность создана в конфигурации пространства. Нет, я же говорю, что что такое нелокальность? Нелокальность это то, что когда сила зависит не только От той точки, в которой есть точечные частицы, зависит не только от значения поля в точке, где находятся частицы, но и от значения его в других точках. Понятно. Конфекурация пространства, иначе говоря. Почему не конфекурация пространства? Потому что дырка есть, дырки нет, какого-то меняется сила. А распределение поля, скажем так? Ну правильно, конфекурация пространства. Если поле представить себе... Ну вот у тебя обычное поле электромагнитное, оно состоит из двух компонентов. Из магнитного и электрического. Электрического это что такое? Что когда у тебя есть координаты, оно объясняется только координатами. Сила объясняется только координатами. f оказывается f от r. И другой компонент, в этой самой точке, в которой она оказалась, в том смысле она и действует. А другая сила, магнитная, она у тебя зависит только от скорости. Как координат не определяется, но от скорости в этой точке у тебя зависит. А если бы оно у тебя было не локальным, тогда бы она у тебя не зависела только от этого самого нулевого. Вот эта сила. И от этой самой скорости в этой точке одна бы не зависела. Она зависела еще от других конфигураций. Поэтому я и приводил пример с S и P электронов. То есть у тебя S и P электронов, электрон движется по координатам. И он оказался с той же самой скоростью, с той же самой точки, на том же самом расстоянии от ядра. Но сила на него разная. И это как бы странно. Вот смотри, они пробовали, допустим, четыре отверстия делать. Картинка меняется? Не знаю. Но вот как бы логик, два отверстия, два отверстия, что ты замкнулись на это? Попробовать конфигурацию пространства различным образом варьировать. Я знаю, что очень много делали. Обычно это ситуация, когда у тебя летит... Влад, это не две, не четыре, это обычно на решетке. Да, на решетке. Вот я хотел сказать. У тебя летит обычно, их много, а здесь у тебя кристаллическая решетка. И позади ты имеешь скопление узлов, разряженности, опять узлов, еще разряженности. Обычно кристаллическая решетка. Вот фуллерены, когда кидали, здоровенные метчики из убирода из 60-ти, скажем, оттого, они на решетке и нашли, по-моему, золото даже было. Их кидали как-то что-то, и после этого наблюдали, что такой здоровенный объект, а оказывается, что дефоргирует сам собой. Но он-то уж точно шел по траектории, что я хочу сказать. Ну, куда ему деваться-то? Он же не волна, в конце концов. У него длина... Потому что у него длина волны 2-бройля в тысячи раз меньше, чем его линейные размеры, если считать. Но теперь он шел именно по траектории, он летит по траектории. Но, тем не менее, он дает такую странную картинку. А почему? А квантовый потенциал? Как еще? Быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...